И снова пятница, снова здравствуйте, привет, аудиофилы меломаны. Сегодня я все-таки созрел рассказать вам о наушниках ZVX, которые я слушал к раннюю неделю. Наушники ZVX, дешевые, недорогие наушники от KZ. И вот, что я вам хочу про них рассказать. Итак, по наушнике мне понравились, зашли, но есть некоторые нюансы. Во-первых, эти наушники не подойдут для искушенных аудиофилов и меломанов, которые требовательны к качеству звука, потому что качество звука у этих наушников на уровне тех же самых недорогих KZZST, KZZSR и так далее. То есть, наушники за 8 евро, не ждите от них, что они вам будут делать какой-то супер-пупер звук. Они играют достойно на свои деньги, но в то же время им много чего не хватает, если брать и сравнивать звук с более дорогими, более продвинутыми моделями, теми же ZAR-ами, что у меня является самым топом, самым-самым-самым лучшим звуком. KZ ZAR-ы это самое лучшее в плане музыкальности, мелодичности, а в плане детальности у меня идут KZ PR1 Pro, самые детальные. В то же время эти наушники отличаются определенной мелодичностью, не давят, нету не такой, конечно, детализации, как у PR1 Pro, и нету такой мелодичности, как у ZAR-ов, но в то же время они играют достойно на свои деньги, и если учитывать, что стоимость их в наших палестинах 30 шекелей, а в магазине средний, даже не средний, самые простые наушники для смартфонов кабельные стоят 150 шекелей, это самые-самые простые, то они, вот эти наушники себя оправдывают. То есть для смартфона через кабель, для какого-то простенького плеера через кабель, даже для 3.5 разъема они подойдут, они хорошие наушники, хорошо играют, не утомляют, но в то же время они не для всех стилей и не для всех направлений они годятся. Вот если вы будете слушать Video Kids и аналогичные треки, да, они вам подойдут. Для более агрессивной музыки они не подходят вообще, никакой там тяжелый рок, металл, хэви металл, дез металл и даже там, что там я там слушал, техно, кого я люблю, DJ Spartak или там DJ, как их забыл, DJ Spartak, послушайте, они к этому уже не так его играют и не так вариспроводят, как, например, те же Zara, те же Terminator, ZS10 Pro, ZSN Pro X, играют намного лучше, чем вот эти. Ну и понятно, они же стоят 2-3 раза дороже. Поэтому вот эти наушники, ZVX, ZVX, это наушники для пролетариата, то есть неубиваемые, полностью металлический корпус, что спереди, что сзади, полностью металл, неубиваемые антивандальные наушники с каким-то задатком все-таки в более спокойные типы музыки, направления, стилей. Вот. Так что вот так вот. По низам у них низа хорошие, верха чуть-чуть запиленные, поэтому я и говорю, что тяжелую музыку на них будет тяжело слушать. На определенных верхах есть, если там будут какие-то циканья или там тарелочки или что-то еще, на моих наушниках, конкретно в моем случае, это будет, сливается и нет такого четкого разделения среди инструментов. Вокал хороший. В общем, низа хорошие, вокал хороший, к середине у меня есть какое-какие претензии, но небольшие. Соответственно, для кого они подойдут? Для людей, которые занимаются активным образом жизни, бегают, прыгают, тяжело работают, они подойдут. Потому что я по себе понял, что Hi-Rez и Hi-Fi, хорошая, качественная музыка, она не для бега, не для спорта, не для работы. Это нужно сидеть дома, в диване, на диване и слушать эту музыку и получать это удовольствие. Это же более мягкие наушники, которые подойдут не как универсальные, но на каждый день для пробежек, для работы, для какого-то фоносоздания, они подойдут. Так что, для советского пролетариата, пионерам, комсомольцам советую недорогой вариант для достойного звука. Если хотите более качественный звук, это нужно смотреть в сторону ZAR, P1 Pro, ZAX, Terminator, даже ZSN Pro X, и те играют у меня намного лучше. А вот эти где-то на уровне, так как это динамические, просто динамические, они играют на уровне, как я уже говорил, ZST и на уровне ZSR. Даже те же самые ZSN Pro X, ZSN Pro X играют намного лучше, на порядок лучше, на порядок лучше играют вот этих наушников. Но в то же время они за свои деньги оправдывают свою музыку и подходят для таких вот, таких музык. Музык, дискотека 80-х, New Age, что там еще, Bob Marley, Bob Marley я слушал, хорошо зашло. New Age, Anya, Era, Enigma, хорошо заходит. Электронная же музыка уже там более, нужна больше детализация или больше мелодичность. То есть, того же Жан-Мишель Жара мне все-таки больше нравится слушать на P1 Pro или же на ZARA. А вот это New Age, что там еще, New Age, Reggae, такие более спокойные стили, они очень хорошо заходят. Вот, короче, наушники мы этим наушниками доволен, они идут в мою копилочку, как пролетарские наушники, для пролетариата, дискотека 80-х, New Age. Вот так вот, где-то так. Не рекомендуется, как я уже говорил, для тяжелых стилей и направлений, а во всем остальном они довольно-таки хорошие наушники. Так что, если ищете что-то недорогое и приемлемое, вот, могу порекомендовать, берите, слушайте. А пока сами не послушаете, не поймете то, что вам нужно. По тому, что я уже неоднократно повторял, дегустация звука очень индивидуальная вещь. Очень индивидуальная вещь, это дегустация звука, то, что нравится мне, то, что я слышу я, может не понравится другим и так далее. А я пока пойду еще раз сбирать одну посылочку с Алиэкспресс от КЗ. Самый-самый дешевый вариант. Купил за 3 доллара. Так что, заходите, смотрите, в следующем видео будет распаковка самых-самых дешевых наушников от КЗ. И посмотрим, каким будет звук у этих наушников. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok